здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем всем доброго времени суток сейчас читаю ваши комментарии и вот дошла под ником денис орлов но это наверно мама пишет пишет здравствуйте наша катюша я очень рада что я ваша можно этот состав 11 лет ребенку а вы имеете ввиду с имбирем и с перцем вы я не знаю какой у вас ребенок а вдруг у него со слизистой желудка что-то абсолютно я не знаю поэтому вы лучше посоветуйтесь с доктором потому что лучше чем доктор вашего ребенка никто не знает и чем вы сами я не могу ничего советовать я же не врач дальше татьяна бокова пишет доброго вам утра катерина благодарю вас за напиток с кардамоном да мощно это для того ребенку я не советую вообще этот напиток в 11 лет пить это для того чтобы сжигать жир понимаете сжигать жиры что делаю я я сейчас на такой скажем так программе я хочу сбросить 10 килограмм к лету я так посмотрела именно вот 10 мне надо я тогда просто летаю танюша я уже 2 сбросила мне осталось 8 пишет танюша бокова доброго вам утра катерина благодарю вас за напиток с кардамоном с кардамоном я тоже добавляю кардамон в кофе для выпечки пирогов кексов благословения вам божьего за ваши мудрые советы всем нам телесного и духовного здоровья спасибо дорогая танюша я принимаю ваше благословение аминь и пусть господь бог вам также воздаст в тысячи раз все и вообще все 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 кто мне что желает я прошу бога чтобы он все ваши пожелания умножил в тысячи раз и также воздал вам как вы мне желаете ириша пишет артемьева она пишет вот что добрый день катенька подскажите помогите избавить меня от папилломы над глазом ого ого над глазом вы что там же слизистая дело в том что я нахожусь в польше переехала с украины на пмж и языковой барьер в области медицины составляет трудности то ладно папиллом она на всех языках папиллома ириша идите в клинику обязательно вот вы пишите я ходила в клинику хотела попасть к иммунологу диета сказали здесь нет такого лекаря до записалась на прием гинекологу начну слушайте и лишь вы знаете папиллома это такие новообразования доброкачественные и у меня есть целое видео и у меня мама дерматолог была поэтому про папилломы я знаю все у нас в семье ни у кого их нет и быть не может значит первая борьба это конечно же вот хотите верьте хотите нет это вирус это вирусная инфекция то есть вот где-то вы подцепили вирусную инфекцию вам надо к врачу причем это вирус не совсем хороший но слава богу что это доброкачественные вот эти вот штучки кто как там кто-то яблочным уксусом если это маленькая папилломка но люди люди не понимают что нужно вирус лечить понимаете сам вирус нужно идти к врачу и обязательно лечить вирус причем смотрите ириша вы должны узнать это ведь там же целая группа вирусов они имеют множество проявлений вам надо узнать какой группе именно ваша папиллом к относятся есть два основных даже пути заражения вы и может быть заразились от папиллом можно заразиться да два пути заражения это когда попадает вирус в организм первый частый это от матери ребенку так как плацента в большинстве случаев не задерживает этот вирус а второй путь незащищенный половой контакт с носителем вируса вот так вот и большой процент людей даже не догадывается что у них есть этот вирус но они не догадываются до поры до времени он пока из себя не проявляет пока не меняется питание обстановка нервотрепка вот все это как раз влияет на появление еще есть третий путь заражения контактный через прикосновение к папилломе вот так вот раньше этого не знали а теперь-то движется медицина вперед каждый день открытия каждый день но это в гарварде я про гарвард говорю я перевожу эти статьи и это буквально недавно я узнала что это заразное заболевание вирусно они папилломки эти они могут быть на и на слизистых и на коже на коже вирус вот виде папиллом это как зернышко проса а иногда крупнее имеют ножку с помощью которой прикрепляются кожи и на слизистый как правило вирус проявляется в виде остроконечных кандилом такие сосцевидные образования температуру этот вирус не дает вот чаще всего вот вы пишете что папиллома появилась года четыре назад а в начале января как-то расцвела проявилась себя я обеспокоена вот вы уверены что это папиллома за ночь часть исчезла но все равно осталось и снова весит висит нависает уже год я пью по утрам теплый содовый раствор по нему вагину так кроме того что вы пьете раствор теплый вам нужно с ней самой папилломы с этой справиться видите уважешь на глазу я вот боюсь вам советовать например если в каком-то там месте образования то самый лучший способ это у нас продают в аптеках чистотел знаете такой экстракт чистотела это самый лучший способ капнули капельку и она потихонечку потихонечку отпадет а вот с глазом и тут очень опасно капнуть этим экстрактом в общем обязательно надо молиться за вас господи дай вам здоровье исцеление полно и кроме того ириночка господи спаси и решу от этого вируса кроме того приложите все все усилия на питание правильно вот и я думаю вам надо все таки приобрести вот этот вот чистотел и посоветуйтесь доктором и начинайте лечение антивирусное все равно мероприятие нужно проводить обязательно чтобы подавить активности вируса вирус есть вирус если иммунная система работает нормально да она подавляет рост раковых клеток а вирус он может стимулировать какую-нибудь выработку атипичных клеток поэтому чем раньше начать активно бороться с вирусом а не просто так вот ждать вот она начала расти а вот не начала нет надо бороться мощное питание направлено антираковой у меня куча огромное количество огромное количество видео по питанию посмотрите зайдите в библиотечку и питайтесь вот как мы все у вас будет хорошо если вы чистотел купите нет возьмите хотя бы яблочный уксус но опять-таки уважаешь там глазик поэтому прежде всего к доктору мимо доктора нельзя вот все пути ведут к нему смотрите там же много типов там 18 20 типов этого вируса потом по канцерогенному риску самый канцерогенный это 16 и 18 тип вируса вот это единственное вам могу сказать запишите и спросите какой у вас тип вирус сдайте анализ на тип вируса вот такой вот серьезный это 16 и 18 это американский университет такое опубликовал вот это такие типы вируса 16 и 18 папилломы то у женщин это может даже спровоцировать эрозию шейки матки дисплазию в общем-то а у мужчин вирус повышает риск развития рака предстательной железы поэтому обязательно надо узнать какой вирус папилломы какой тип и многие увидев у себя папилломы сразу к врачу с одной целью удалить сначала нужно лечить потом вот это вот удалить смотрите каждый прибегает и сразу до удалить знаете что это все равно в определенной степени это травма для кожи и в активной стадии когда этот вирус вот вы говорите там покраснел да я читаю у вас что покраснел там стал больше смотрите если в активной стадии то может спровоцировать какие-нибудь рецидивы могут дальнейшее распространение новообразований поэтому прежде чем удалять надо четко понимать активен вирус на данном этапе или нет а для этого нужно для чего нам сейчас нужен врач чтобы пройти полную диагностику диагноз вам нужен точный четкий диагноз ведь врач в чем искусство доктора хорошего четко поставить диагноз вот вам в данном случае тип определить поставить диагноз и посмотреть активен он или не активен задавайте вот эти вопросы какой у меня тип папилломы активен сейчас или не активен в какой стадии находится конкретно когда к доктору приходите задавайте конкретные вопросы и можно ли нас на данном этапе удалять или нет а удалять можно разными способами там и лазерный и за жидким азотом и вот этим вот очень хорошо чистотелом экстрактом и яблочным уксусом но только такой сильной концентрации способов миллион но там идет сначала терапия которую вам подберет если нормальный врач исходя из типа вируса без противовирусная терапия но если он не узнал какой вирус он не может вам противовирусную терапию назначит назначит а у вас другой вирус папиллом гистология потом нужно гистологию удалили и гистологию провести узнать что это есть такие знаете вот если речь идет о банальных бородавках что мы называем бородавки там у деток бывает на руках детей у взрослых тоже бывает то анализа не проводят потому что вот такие новообразования они вызываются вирусом самого низкого канцерогенного типа и поэтому бородавки можно удалять без предварительных анализов это я точно знаю но по крайней мере так пишут врачи которые исследователи в университете в американском соединенных штатах америки а как там в польше я не знаю и даже запишите ириша как выявляется вирус он выявляется методом полимеразная цепная реакция п-с-р запишите лучше полимеразная цепная реакция вот если вы приходите четко к врачу и говорите вот то-то там не нужно узнать то врач уже знаете чем имеет дело что и с кем имеет дело вот и вы знаете что у мужчин материал для анализа берется из уретры а у вас будут брать из влагалища поэтому вы правильно говорите что гинекологу пойдите гинекологу вообще я не знаю да так вот нельзя сразу сказать какой-то вирус бородавка или кандилома или папиллома в каком он состоянии то все папиллом вирус все папилломки все это папила папиллома вирус это уже звоночек что вирус развернул деятельность в организме ну ирочка не вам сказано я так скажу другим людям значит очень осторожно будьте с контактами даже дотрагиваться до папила лома вирус не особо желательно тут надо быть аккуратным смотрите а доктор доктор вам нужен дерматовенеролог так и запишите дерматовенеролог вот она обязательно вас направит к гинекологу потому что нужно сдать анализ в течение суток понимаете если у вас вирус не активен то вам удалят папилломку там за один день как я уже говорила что есть жидкий азот есть электрокоагуляция есть лазер есть радиоволны я думаю что все это в польше есть вообще этот папиллома вирус его продолжают изучать потому что там не все так просто и наличие глистов и зашлакованная печень тоже дает сигнал и начинается этот вирус если у кого-то он засел но не проявляет если вы зашлакованы он начинает работать вот а когда прогоняешь и глистов и чистишь организм то мелкие высыпания мелкие они отваливаются сами и быстро ну в общем это длинная тема просто не от того что глисты да там или еще что-то а просто от того что они они разрушают иммунитет а если вирус внутри сидел то он начинает себя в слабом организме проявлять вот в этом в этом суть вот еще есть очень хороший способ это когда нарезанные дольки чеснока приклеивают пластырем на места на эти где есть папилломки и будет конечно же не и потом убирают выкидывают нарезают другие и вот так прикладывают по очереди пока все папилломки не упадут но я вам еще раз говорю с глазами там очень опасно тут лучше все таки идти к врачу не лучше айти и пройти вот этот вот курс противовирусный ну думаю я вам подробно все рассказала и у меня еще есть это видео я по моему года два назад выставляла поэтому эту тему я очень хорошо знаю поскольку мама врач дерматолог и она эту тему вообще хорошо знала нам не рассказывала всегда что такое папилломы что может случиться ну вообще по-разному рассказывала про все и про лишаи про папилломы и про про все что только можно что касается кожи поэтому ириша думаю я вам помогла а вы а вы уже сами делаете выводы как вам быть а я люблю вас будьте благословенные вы и ваши близкие пусть господь бог дает вам здоровье ведет вас все у вас получится пока пока